Сегодня на Адабе проходит токийский этап чемпионата по дрифту D1, где участвуют самые сильнейшие японские дрифтеры, самые опытные гонщики на самых классных заряженных автомобилях. Публика здесь, в принципе, разношерстная, много молодежи приходит, некоторые даже семьями приходят посмотреть с детьми. Комментаторы, конечно, очень назойливые, практически никуда не спрятаться от них. Везде, по всей местности установлены эти громкоговорители с этими оручными комментаторами. Просто они здесь везде сущи. На это мероприятие меня пригласил Николай, который отвечает за доставку автомобилей наших спортсменов из России в Японию. D1 это крупнейший в мире чемпионат по дрифтингу, и чтобы получить право на участие в нем, нужно одержать победы в чемпионатах поменьше. Но на следующий день проходил чемпионат FIA, который является международным, и на котором также участвовали наши известные гонщики. Да, лёвенький. Из пластмассы как будто сделан. Вот лёпочку. Все кастомное, практически. Получается, на новых машинах вообще не дрифтуют, да? Они все такие старые модели. Да, берут, но в основном проверенные кузова, которые выигрышные. 20-летней давности минимум. Есть и более старые машины. То есть старая, добрая Хачироку. Кочует из рук в руки. Они передают бережно друг друга, чинят, но её любят очень. Потому что лёгкая, мощная и позволяет преимущество реализовать. Там специальный бензин используется 110-й. Там в нём половина спирта. Реактивный. Да. В обычном машине лучше ничего не заливать, потому что прогорит сразу. Оказывается, автомобили закатывают техники из-за того, что здесь просто наехали кому-то на дорогу, да? Поэтому теперь запретили с включённым двигателем здесь ездить в технической части. Но люди всё равно, несмотря на то, что их толкают, они всё равно газуют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь сегодня чуваку наехали на ногу, разорвали ахиллес или перелом, не знаю. Ахиллес, в больницу. А, слышал, что хайда. Не будь вторым, хорошо? Пошёл спал ты, да, на горе аримаск? Два кю-хяк-годжи грай. К сожалению, дают очень мало технической части. Комментаторы в основном только льют воду, трепятся, уже просто говорят по факту, что происходит непосредственно на трассе. Какую-то информацию про автомобили, про гонщиков вообще практически не дают. То есть рассчитывается на то, что ты всю эту информацию узнаешь в брошюрке, которую тебе дают на входе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатель стоит от GTR-а последнего у него. То есть как раз вот эта машина 1200 сил, что позволяет темперировать и более остро чувствовать машину и управлять на трассе. Потому что там, где есть потеря скорости, надо именно мощностью добирать. Театр охлаждения у этой машины находится сзади. Для, скажем так, минимизации ущерба в случае потери радиатора, в случае столкновения. Спереди только интеркулер. Естественно, больше места. Легко ремонтируемые запчасти, которые в случае необходимости меняются в рамках регламента за 15 минут. Но если уже что-то не получилось в ходе гонки отремонтировать, то, естественно, идет технический сход. И победа присваивается конкуренту. Вот Илья, например, сам собирает машину. Правда, вот это он арендовал. А, то есть можно еще машину арендовать для участия в гонах? Потому что являются друзьями, друг у друга их занимают, допиливают, ремонтируют. Их вообще продают когда-нибудь? Или как там это происходит? Допустим, если надоело... Это, например, 5 миллионов рублей стоит. А, 5 миллионов рублей, да? Да. Бюджет абсолютно безграничен. От 5 до 10 спокойно к эту машину вкладывается. Например, есть японис Daigo Sight. У него Lamborghini. То есть там, соответственно, цена базовой машины. Плюс допиливание – это достаточно большие деньги. То есть они даже на суперкарах, получается, трехтуют? У каждого из водителей есть интерком. И механики на базе уже знают, какие моменты надо отшлифовать во время гонки, чтобы в следующий раз была более качественная съезда. Колеса неправильно стоят, надо чуть поправить. Тяга пропадает, надо двигатель проверить. Чтобы потеряли какую-то деталь на трассе. Приезжает машина специальная, которая проверяет. Жалко, конечно, что очень короткие заезды по времени. То есть всего лишь 40 секунд примерно длится один заезд. А время ожидания между заездами достигает где-то минут 5 в среднем. Пока система посчитает все результаты. Я бы хотел, чтобы они катались хотя бы круга 3 или 4. Смотрели фильмы, как это так вообще делается. Набивали свои шишки, пошла техника, пошли запчасти, все. Сейчас выросли на определенный уровень, который позволяет конкурировать. Это где-то даже превосходить их. Начиналось с того, что японцы у нас в клочья разрывали. Мы у них учились. Мы им рассказывали, им было интересно, как мы командно работали. По прошествии 5 лет, если в прошлом году нам удалось только второе место занять, то в этом году мы уже практически заняли весь пьедестал. Говорит о хорошем уровне. Японцы тоже так, мотивированы с русскими. Они поняли, что надо держать ухо востро, соответствовать, стараться. Есть определенное сейчас к русским уважение в этом виде спорта. А как можно вообще стать гонщиком дрифта? Сначала можно начать с каких-то небольших чемпионатов, на определенных трассах. Купить машину, затюнить, с тех же кузовов мощных начать. Сделать небольшие манипуляции технические. Надо, во-первых, о себе заявить. То есть выйти на определенный уровень, вступить в эту касту. Потому что просто так с улицы, наверное, человека не возьмут. А чтобы были определенные связи и наработанный опыт. В Японии дрифт это в основном те, кому за 40, да, получается? Да, да. Для молодежи это не особо доступный вид спорта. Молодежь считать попроще. То есть это связано с опытом именно, да? Да, это опыт, это авторитет. Такие же метры умудренные катаются. А-а-а! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok